Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня поговорим с вами о хирургии. Глобально поговорим, потому что у нас в гостях заместитель главного врача именно по хирургии Люберецкой областной больницы Игорь Анатольевич Шлиховский. Здравствуйте, Игорь Анатольевич! Вы уже у нас были в гостях, вы уже наш постоянный участник программы. Но я, по-моему, тогда не задавал вам такого вопроса. А в чем разница? То есть заместитель главного врача по хирургии, он только за хирургию отвечает или он за хирургию во всей больнице отвечает? Какова ваш должностная функционал? Ну, вообще, это имеет свою историю определенную. Это еще со времен Советского Союза, когда складывалась система здравоохранения. Был такой замечательный министр здравоохранения Борис Васильевич Петровский. Он в свое время издал приказ всесоюзный о том, что в больнице, которая имеет минимум 180 хирургических коек, должна быть обязательна должность заместителя главного врача по хирургии. А чем он это мотивировал? Мотивировал тем, что специфика работы хирургических отделений такова, что там нужно постоянно, так сказать, управление, скажем, как сейчас говорят, в ручном режиме. Частенько возникает такая необходимость, поэтому должен быть человек, который разбирался бы не только в хирургии, как таковой, а еще и в гинекологии, в урологии, в оперативной, в травматологии, понимаете, в экстренных операциях, в плановых, в оказании плановой помощи хирургической. И поэтому это так до сих пор как… То есть это такой, своего рода, дирижер оркестра, если прямо так сказать. Это хирургический коллектив, он специфический довольно. Ну, хирурги же мы воспринимаем хирурга как самого такого все-таки… Ну, не хочу сказать, не доброго какое-то слово подобрать, а такого жесткого врача, который должен принимать иногда решения, очень важные для жизни своего пациента, может быть, даже существенные, скажем так, меняющие жизнь пациента. Ну да, существует поговорка, что хирурга зовут тогда, когда плохо. Ну да, да. Понимаете, уже когда нельзя не звать, понимаете. И поэтому, вот, и поэтому, когда, вот как у нас в больнице, допустим, у нас в больнице больше, чем на тысячу коек, и половина этого фонда коечного составляет отделение именно хирургического профиля. Это три хирургических отделения полноценных, два травматологических отделения, лор-отделение стационарное, отделение челюстно-лицевой хирургии, отделение урологии, гинекологии, вот, онкологии, онкохирургии, и также отделение офтальмологии. То есть, если мы посмотрим, то это получается… Ну, это везде отдельная хирургия, но все это хирургия. Более чем 500 коек, да, больше половины коек в больнице составляет как раз отделение хирургического профиля. Поэтому этим оркестром надо всем, в общем-то, управлять, уметь добиваться определенных показателей. А что такое определенные показатели? А это показатели, которые установлены, в общем-то, Министерством здравоохранения. Это показатели пребывания пациента на койке, работы койки в году, показатели летальности госпитальной, летальности реанимационной. Это разные вещи немножко, значит, ну и, так сказать, остальные показатели, которые, в общем-то, характеризуют эффективность работы тех или иных коек. В частности, мы говорим о хирургии, значит, хирургических. Чтобы… Ну, это цифры, получается. Это цифры, да, но, в общем-то, тут все взаимосвязано. Эти цифры, они как бы обуславливают дальнейшее и финансирование в том числе. Ну, грубо говоря, плохой пример приведу, но не ругайте меня. Просто, чтобы зрители понимали. Вот вместо двух человек у вас, предположим, умерло четыре человека. Все это что? Плохая работа клиники? Они просто умерли по естественным причинам. Получается, по цифрам вроде как в два раза больше. Или наоборот, было два, а в этот раз никто не умер. Значит, хорошо работает. Это так вот, что ли? Нет, ну всегда есть средние цифры, понимаете, за определенный период времени. Мы берем год, допустим, да, и каждый год сравним, или период от этого года, там первый, второй квартал этого года, сравним с тем же первым, вторым кварталом предыдущего года. И смотрим динамику. То есть, это постоянный мониторинг проводится всех этих показателей. И на основании этого делаются выводы, так сказать, о том, где нужно что-то подправить, значит, где-то что-то улучшить, где-то укрепить материально-техническую базу, где-то направить силы на обучение сотрудников, кадровый состав улучшить, привлечь к себе, так сказать... Это правда помогает? То есть, вот вы как заместитель... Потому что я прекрасно понимаю, что это проходит через вас, доставляет вам определенное... Ну, должностное, скажем так, если кто-то где-то чего-то там не доделал, или наоборот, получаете удовлетворение, когда лучшее дело пошло с приходом какого-то конкретного человека. Вот на выходе это что? Это как-то обсуждается, собирается какой-то совет больницы, потом вы это обсуждаете с вышестоящим руководством. Как принимается решение? Ну, например, сюда мы отправляем там томограф, а сюда вот мы решили усилить, там, дать два места дополнительных для врача. Для врачей, вернее. Ну, понимаете, время не стоит на месте, и сейчас медицина, она, в принципе, сама по себе мультидисциплинарная. То есть, заведующий каким-то определенным отделением, он видит свое отделение. То, что у него происходит, он, так сказать, контролирует свой фронт работ, свой участок. А задача как раз заместителя главного врача – собрать все эти отделения воедино и заставить этот организм функционировать правильно. То есть, должна быть коммуникация между отделениями. То есть, пациенты, которые лежат, допустим, в хирургическом отделении, им часто нужна помощь и травматолога, и терапевта, и того же лор-врача, и так далее. Поэтому здесь нужно выстроить отношения между отделениями таким образом, чтобы в конечном счете пациенту было хорошо от этого всего. Тут сразу возникнет вопрос у какой-нибудь не очень доверяющей особы. А что такое пациенту должно быть хорошо? Ну, например, приведу. Пришел, сразу, ну, все как там, операции же бывают разные, да, бывают запланированы, бывают срочные и так далее. Раскойка, нормальная еда, да, хороший уход, медсестры, то есть, ты не ждешь. Что входит в это понятие, чтобы пациенту было хорошо? Это же тоже проходит через какой-то контроль. Ну, это так называемая пациента-ориентированность. То, о чем мы сейчас говорим, да, это, во-первых, ну, естественно, уже на входе доброжелательное отношение к пациенту, да, чтобы с улыбкой, как говорится, вы встречали его в приемном отделении, вот, размещали по возможности в комфортных условиях, если мы говорим о плановой, какой-то, о плановой медицине, о плановой хирургии, вот, просто когда экстренный прием, там, как бы, немножко, конечно, не до этого, да, поэтому пациенты поступают часто и в ночное время, круглосуточно это происходит, вот, там речь идет о спасении жизни, прежде всего, а когда плановый пациент приходит, он должен видеть какие-то, так сказать, преференции в этом плане, что он пришел улучшить свое здоровье, так сказать, в комфортных условиях уйти и не только, так сказать, решить проблему, да, поправив свой физический статус, но и получив какое-то моральное удовлетворение, да, от пребывания в больнице. А вот кто в этом заинтересован? Вот смотрите, понятно, что любое руководство на уровне заведующего поликлиники, заведующего стационаром или каким-то отделением, ну, штат остальных сотрудников, которые несут ответственность, это как бы в условиях их работы как бы стоит. А как вот сделать, чтобы, тем более мы знаем, что есть проблемы определенные, об этом и президент говорил, не говоря уже о министерствах, да, и представителя правительства, что у нас там сестры, вот это среднее звено, там есть тоже проблемы. То есть может быть три врача, ну, которые вроде как есть, а уколы делать некому. То есть вот как это видится со стороны руководства, что какая должна быть уборка, какой должен быть свет, какой должен быть запах в этом отделении. Вот это же все мелочи, из которых... Потому что вы говорите, чтобы человек получил моральное удовлетворение, вот возвращаясь из больницы, что должно быть такое? Ну, для этого в каждом отделении, то есть заведующий и старшая сестра, его первый помощник, да, старшая медицинская сестра, ну, не медбрат, соответственно, они должны быть хозяевами в этом отделении, должны чувствовать себя хозяевами и в ежедневном режиме, так сказать, мониторить всю эту ситуацию. Как будто ты в гости приходишь в таком глобальном смысле. Фактически, да. На время. Это хозяева дома, которые принимают у себя, скажем так, гостей. Которым нужна помощь. Ну, гости-то специфические. Некоторые пациенты, они настолько в тяжелом состоянии, что они как беспомощные дети. Поэтому, как нас учили, то есть пока пациент оперирован, больной твой, он, так сказать, не встал на ноги, это твой беспомощный ребенок. Ты должен за ним вот так вот его воспринимать. Понимаете, как? Поэтому в плане такого, как бы, человеческого отношения, так сказать, к пациенту, я думаю, что наша больница, она соответствует всем этим критериям. И идут какие-то, ну, вы сами себя внутренне как-то проверяете. И как этот... Я почему об этом спрашиваю? Потому что все-таки хозяйство огромное, большое. За всеми ты, наверное, не уследишь. А, к сожалению, иногда мелочи могут портить конкретному пациенту его ситуацию. Ну, конечно, недостатки-то бывают в любой работе. Если не было бы работы, не было бы недостатков, как говорится. Бывают досадные промахи. Но мы стараемся все-таки своевременно реагировать на все это. И исправляться. Исправлять все это по ходу пьесы, что называется. Ну, вот сейчас начинается весенний такой летний период. Надеюсь, что мы все уйдем уже из состояния обычных заболеваний. Кстати, травматологических тоже, потому что лед зимой никто не отменял. Ну, и какое-то, наверное, будет новое дыхание. Дай бог, нам не придет никакая новая нехорошая инфекция. Ну, и я так понимаю, что уже и пандемия все-таки рассматривается, вернее, то, что произошло уже после пандемии, как некий новый вызов, который все-таки удалось в какой-то степени обуздать, уже можно с ним как-то работать. Вот как происходят замеры какие-то, что с населением происходит конкретно в Люберцах, то есть больше болеет, меньше болеет, какими-то определенными заболеваниями. Вот такое вот проводится исследование. Даже если брать хирургию, да, наверное, там есть какое-то видение, сколько операций делается. Вы знаете, что касательно хирургии, то здесь такой сезонности очень мало. Да? Она круглогодичная, да? В основном это, да, сезонность-то касается каких-то простудных заболеваний, да, и так далее. А в хирургии, пожалуй, единственным заболеванием, которое может быть подвержено сезонности, это сезонным всплеском, это язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, которую, в общем-то, тоже лечат изначально гастроэнтерологи-терапевты. К вам уже в последнюю очередь. А в хирургу попадают они с осложнениями. Если развивается кровотечение, либо перфорация язвы с развитием перитонита, когда нужна уже операция. Либо в случае, когда развивается такое осложнение язвенной болезни, как стеноз, то есть сужение выходного отдела желудка, сужение двенадцатиперстной кишки, и когда печень не может проходить дальше с желудка, желудок растягивается, возникает механическое препятствие, здесь нужна операция по ликвидации вот этого вот состояния. Остальные все заболевания, они, в принципе, более или менее на определенном уровне находятся ежегодно. Единственное, что отмечается, рост пациентов с желчнокаменной болезнью, с камнями в желчном пузыре, с осложнениями. Экология еды, наверное. Да, нарушение обмена веществ. Это во всем мире, не только у нас. Такой этап. Мировая статистика. Хорошо. Сейчас сделаем тогда небольшую паузу, потому что наверняка, конечно, тема оборудования, лекарств, потому что ситуация все-таки сейчас в жизни нашей меняется. И, конечно же, персонал. Вот об этом мы поговорим во второй части. Напомню, что у нас в студии заместитель главного врача по хирургии Люберецкой областной больницы Игорь Анатольевич Лиховский. Дождитесь продолжения. Напомню, что эта программа «Открытый диалог» Игорь Анатольевич Лиховский, заместитель главного врача по хирургии Люберецкой областной больницы. Любимый вопрос всем хирургам, ну а уж главному хирургу, можно так сказать, Люберецкой областной больницы. Сейчас все-таки хирургию... Почему он возникает, этот вопрос? Мы тут общались с вашим коллегой из другого медицинского учреждения. И неожиданно я понял, что, оказывается, уже сейчас выпускают молодых хирургов, которые не каждый-то и скальпелем сразу готов работать, потому что вот такое традиционное, что ли, врачевание, не каждый студент этому хорошо обучается. Всех больше как-то на электронные возможности хирургии завязывают. Это действительно так? То есть в каком-то этапе мы уже потеряем хирургов, которые могут скальпелем спокойно работать? Вы знаете, нет, я так не думаю. Ведь существует поговорка, что хирург должен расти медленно. На самом деле. А если еще конкретнее, то говорят, что проще, что хирург до 35 лет должен брать, а после 35 лет должен уже отдавать. То есть вот это придерживание молодых кадров в некоторой уезде, чтобы они не сильно отклонялись от курса, в этом ничего плохого нет на самом деле. Те, кто хочет работать, те, кто приходит на дежур, что молодые люди пытаются чего-то добиваться с малых лет в профессии, они все равно будут замечены, и всегда они вырастут в любом случае, несмотря ни на что. И наша задача, как наставников, наоборот, упредить возможные осложнения, то есть не пропустить тот момент, когда рука не туда пошла, что называется, у молодых хирургов. Поэтому у нас система образования немножко другая. Например, в западных странах там после института учатся на хирурга 5 лет минимум. У нас 2 года до сих пор еще. А потом он уже может приступать как бы к самостоятельной работе, но по факту, естественно, минимум, чтобы подготовить более-менее самостоятельного хирурга, нужно 5-7 лет. Лучше 10. Но вот не уходит, я еще раз, может быть, опять же, ваши коллеги уже из Либеринской областной больницы рассказывали, что да, действительно, сейчас, ну, задача какая, что резать, если можно там сделать какой-то, как это правильно называется? Прокол. Прокол, да, и уже дальше компьютер нам помогает. Но, а если такой вот внезапный момент, что не до прокола будет, а вот надо прямо сейчас брать, а он вот не совсем в курсе, он с компьютером привык работать. Такой возможен вариант? Если честно. Да, вот где-то уже с 2000-х, с середины 2000-х годов, в общем-то, начали складываться такие, как бы, когорты молодых хирургов, которые, в общем-то, открытой хирурги уже и не застали. Понимаете? То есть у них все лапароскопически. Вот это хорошо или плохо? Поэтому я не знаю, насколько это хорошо. Для больных-то, может быть, это и хорошо, конечно. Потому что все-таки большинство операций, даже в нашей больнице, больше 80% они выполняются именно через проколы. лапароскопическим способом. А что хорошо для больных, то хорошо и для хирурга. Понятно, да. Но при этом, при всем, как бы вот этот вот крен в сторону минимально инвазивных вмешательств, он, конечно, лишает определенного опыта, определенной практики открытых, больших, так сказать, полосных вмешательств. А они по-прежнему бывают? А в экстренной хирургии они, так сказать, бывают довольно часто востребованы. Хотя мы и в экстренной хирургии сейчас пытаемся отойти от радикализма, да, в сторону минимально инвазивных каких-то хирургических вмешательств через проколы вот эти. Но, тем не менее, пациенты бывают уже, так сказать, с запущенным сроком заболевания, пожилые, сложные, после перенесенных ранее вмешательств уже, то есть уже со швами на животе, я скажу так, да, грудной плед, когда уже лапароскопически бывает даже невозможно сделать, потому что там внутри уже спайки. То есть туда вслепую проколоть невозможно, не повредив что-то при этом еще, понимаете? Поэтому приходится прибегать именно к открытой хирургии. И поэтому хирург, помимо вот этих вот всех малоинвазивных лапароскопических мешательств, естественно, он должен дежурить, он должен, молодой хирург, набираться опыта как раз на дежурствах. Но это, наверное, можно сравнить. Я не знаю, вы просто приводите поговорки, я тоже тогда пойду этой дорогой, можно сравнить, как водить автомобиль механика и этот самый автомат. Да, можно так немножко сравнить? Вроде как сначала для того, чтобы водить автомат, надо все равно на механику у нас учат, по крайней мере сейчас, а потом человек может все время ездить на автомате, а когда вдруг он пересаживается на механику, у него начинаются какие-то проблемы, он подзабыл, как это вообще работает. То есть можно такое сравнение сделать? Ну, в принципе, можно. Это чисто по мануальным навыкам, наверное, так и есть. Хотя, понимаете, есть так называемое кривое обучение. Если человек сделал, грубо говоря, 100 операций определенных таких, он может потом их не делать довольно долго, но если вдруг ему случится это сделать снова, он сделает это так, как делал всегда хорошо. То есть, как говорится, руки помнят. Да, вот эта кривая обучения, она сохраняется на всю жизнь на определенном уровне. Поэтому... Вот это важно. Почему? Потому что, конечно же, вот такое вот для меня, как, в общем-то, тоже потенциального пациента, это волнует. Почему? Потому что мы во всем уходим в компьютеризацию, а иногда за этим можем потерять некий человеческий подход. Но без оборудования, без новых технологий все равно нам не продержаться. И я задаю любимый вопрос, что у нас по оборудованию, тем более вы отвечаете за всю хирургию, что-то там приехало, или приезжает, или монтируется где-нибудь в Люберцах. Да, но вот в первом квартале уже у нас будут открыты дополнительно 4 операционных. По адресному перечню, то есть по поставкам из Минздрава мы получили 4 эндовидеохирургических комплекта, которые называются проще лапароскопические вот эти стойки. Одна из них – это стойка для артероскопии, для операции на суставах, в частности, на коленном суставе. О, такая популярная, да? Да, без разреза, из маленьких проколов на коленном суставе. И сейчас наши специалисты проходят обучение как раз в Москве по таким же видам вмешательствам на плечевом суставе. Это новая перспективная тема, которой мы тоже будем заниматься в ближайшее время. Также наращиваем объем минимально инвазивных вмешательств в урологии. У нас есть дробление камней без разрезов. Также операции в гинекологии, те же самые минимально инвазивные безразрезные операции. Оказываем помощь высокотехнологичную, то есть та, которая напрямую из бюджета нам финансируется. Это операции высокого уровня, сложные, требующие дорогостоящих расходных материалов. Это в Люберцах. Да, 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 это все у нас. Особо ездить никуда не надо уже, искать. Нет. Как раньше, помните, надо куда-то ехать, потому что у нас здесь такого не делают, у нас здесь такого не лечат. Нет, значит, мы в этом году получили лицензию на нейрохирургию. Значит, на Октябрьском 338, в нашем основном филиале, будет открыто отделение нейрохирургии в ближайшее время. Значит, и получаем лицензию также еще на сосудистую хирургию. То есть будут работать еще и сосудистые хирурги. Ну, все, если можно так сказать, популярные хирургические сейчас направления. Да. В сочетании с травматологическим отделением все это будет уже иметь вес травмоцентра первого уровня. Понимаете? То есть туда будут концентрироваться наиболее сложные и тяжелые пациенты. Ну, естественно, я понимаю, что это еще не все, но нам все-таки надо о людях вспомнить, о персонале, потому что вы сказали, что часть персонала будет уже готовиться, да. Но мы же знаем, что с врачами они же по центрам в основном любят Москву куда-нибудь сразу устроиться. Как у нас с этим сейчас? Текучка большая? Вы знаете, в принципе, те, кто работают, у нас, в общем-то... Костяк есть. Вы имеете в виду по зарплате, да? Ну, по зарплате, да. Все же говорят, что в Москве врачам платят больше. Не только врачам, педагогам больше платят. И если, ну, человек особенно молодой, который, ну, как перспективный, да, наверное же он хочет куда-то туда, где может быть должность дадут или денег дадут больше. Тут мы не можем же людей за это ругать. Костяк есть какой-то. Ну да, здесь, как и в любом деле, все зависит от людей, конечно, от конкретных. Если заведующий отделением, так сказать, его сотрудники работают эффективно, то есть они могут заработать не меньше, чем в Москве. А, да? Да. У них зарплата на этом же уровне. Иногда, может быть, даже и больше, потому что каждый месяц он может обосновать свою деятельность для стимулирующих каких-то выплат. А они существуют, эти выплаты? Обязательно, да. Они существуют для всех. Премии, выплаты стимулирующие. Это в ежемесячном режиме все производится. Поэтому сказать так, чтобы здесь вот прям совсем меньше, чем в Москве, тем более, что мы тут совсем рядом. Относовые, да, понимаете, было бы неправильно. Вот. Конечно, в Москве просто оплата тарифов, она производится по более высоким расценкам. То есть операция, допустим, той же аппендектомии, да, или грыжесечения, она будет стоить там в два с лишним раза дороже. То есть страховая компания оплатит больницы, чем здесь. Но учитывая то, что мы здесь фактически как бы монополисты в нашем кусте, да, и пациенты все равно они у нас остаются, то есть у нас таких операций больше. Соответственно, больше операций, больше объем финансирования, и больше опыт получают даже хирурги, чем в Москве здесь. Потому что постоянно, да, такой поток идет? Да, идет постоянный поток. Ну и еще один немаловажный вопрос, который мы тоже задаем начальникам вашего уровня, это лекарства. Почему? Потому что сейчас слухи, опять же, ходят разные. Понятно, что вряд ли, наверное, ну или когда-то все-таки закончится поток тех зарубежных лекарств, которые, ну, еще не успеют по импортозамещению каким-то образом заместить. Да, но у нас же есть какой-то заказ государства на создание своих лекарств, ну, новых даже, да, по образцу импортных. Но это как бы все делается сейчас по ходу дела. Есть нехватка лекарственных препаратов? Ну, вы знаете, я еще раз позволю себе вернуться к поговорке. С удовольствием. Это всегда понятнее. Как говорил один очень хороший академик в Первой Градской больнице в Москве, заведующий реанимацией Борисович Вильфанд, что, будучи реаниматологом, он говорил, что нет ничего физиологичнее скальпеля. То есть, если разрезал, сделал, зажило и все. Больше к этому вопросу не возвращаясь. Поэтому хирурги с лекарствами, которые, конечно, гораздо меньше имеют дело, чем их коллеги-терапевты и другие врачи. То есть, это они решают те вопросы, которые не удалось решить лекарством. Есть определенные жизнеугрожающие состояния, такие как кровотечение желудочно-кишечное, или, например, острый панкреатит, ну, где без лекарств никак. Когда лечение всегда начинается с лекарств, но эти препараты уже не первый год, как уже мы используем отечественные препараты, понимаете, уже нет импорта, когда это были швейцарские, французские, немецкие препараты, уже изобретены отечественные аналоги и успешно применяются. Все же думают, что импорт наилучше. Ну, понимаете, это как бы устоявшееся мнение, наверное, что лучше, но на самом деле есть, так называемая, доказательная медицина, которая свидетельствует о том, что наши аналоги, в общем-то, не хуже и работают так же эффективно. То есть, вы как врач, если бы рекомендуете, ну, как вот помню, раньше, в 90-е, кстати, говорили, что вот лучше, наверное, швейцарские. Пусть он дороже, но лучше, а сейчас не так уже. Мне сложно сказать за коллег-кардиологов, терапевтов, гастронитологов, но по хирургии те лекарства, которые нам нужны, то есть, отечественная промышленность их производит вполне в достойном варианте. Хорошо. Ну что ж, нам остается пожелать вам и вашим коллегам успешной работы, чтобы все поговорки были всегда с иронией, с добротой и заканчивались хорошо. Ну и поблагодарить Игоря Анатольевича Шлиховского, который вот уже в очередной раз к нам пришел, и, надеемся, придет еще. Для того, чтобы рассказать всем жителям городского округа Люберцы, что вполне можно, столкнувшись с какой-то, ну, не приведи господи, оперативным вмешательством, да, ну а уж если говорить о запланированной операции, то можно решить все вопросы, что называется, не выезжая за пределы родного округа. Правильно я говорю? Да, мы готовы принять всех в круглосуточном режиме, пожалуйста, обращайтесь, да. И будьте здоровы, как говорят, да, в таких случаях. Будьте здоровы. Ну и всем вашим коллегам тоже удачи в работе. Заместитель главного врача по хирургии Люберецкой областной больницы Игорь Анатольевич Шлиховский был гостем нашей программы. До свидания. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова